Здравствуйте! Сегодня буду говорить об ООН. Иногда люди говорят мне, что все то, что я рассказываю об Израиле, звучит прекрасно, но что все-таки что-то не так, если такая респектабельная международная организация, как ООН, постоянно осуждает его. Что-то не так, если Израиль осуждает больше, чем все остальные страны вместе взятые. Но давайте разберемся. Для того, чтобы понять, что происходит в ООН, нам надо проанализировать ее принципы, структуру и ее членов. И, наконец, сделать вывод о том, как все это влияет на ее работу, то есть на то, кого и сколько осуждает ООН. Начнем с ее принципов. Перед вами чартер ООН, то есть ее конституция. Пожалуйста, поймите, что я не хотел делать скучное двухчасовое видео, в котором я бы разбирал каждую буковку этого чартера. Итак, тут сказано, что в основе ООН стоят права человека, достоинства и ценность человеческой личности, равноправие между мужчинами и женщинами, и нациями малыми и большими, и что договоры и международное право должны соблюдаться. Структура ООН делится на Совет Безопасности, который принимает решения, подтверждает или отвергает резолюции, и Генеральную Ассамблею, которая в своих резолюциях выражает свое мнение как сообщество в целом. Прошу заметить, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН несут в себе исключительно консультативный характер, но никак не конституционный. Другими словами, эти резолюции не имеют законной силы. Все это построено на голосах, то есть на базе демократии. Один член, один голос. Отлично. Члены ООН. Перед вами список государств, входящих в ООН, огромное интернациональное сообщество стран со всего земного шара. Как и должно быть. Вот такой ООН примерно и выглядит на бумаге, и такой ее представляет себе большинство людей на планете. ООН это синоним правосудия, демократии и международного права. Некоторые даже считают, что резолюции ООН формируют законы международного права. Это абсолютная чушь, но об этом в другом видео. Ну а теперь, чтобы разобраться в том, как все вышесказанное приводит к тому, что 80% осуждений ООН приходится на долю Израиля, нам надо копнуть немного поглубже. Итак, принципы. Взглянув на предисловие к чартуру ООН, можно смело сделать вывод, что любой стране, нарушающей эти принципы, будет отказано в членстве ООН. А также, если это государство уже входит в состав ООН, оно должно быть исключено или лишено права голоса. Перед вами список государств, входящих в ООН. Красным отмечены те государства, которые не являются свободными вообще. Оранжевым – те, которые являются частично свободными. И те, и другие не отвечают стандартам ООН и нарушают ее конституцию ежедневно. Но, несмотря на это, все они не только являются членами ООН, но еще и имеют право голоса, принимают участие в Комитете по защите прав человека, и, что самое ужасное, они поочередно становятся членами Совета Безопасности ООН, того самого, который принимает решения в ООН. А вот свободное государство Израиль, которое отвечает всем стандартам ООН и даже превосходит их, ни разу не было членом Совета Безопасности ООН. Вот уже 66 лет. Пакистан, в котором нарушаются права женщин и детей, был уже 7 раз. Если страна не свободная, это значит, что ее представитель не говорит за своих граждан. Как, например, Китай. Его представитель говорит за миллиарды 300 миллионов людей. Людей, которые никогда не давали ему этого права. Таким образом, голосование ООН, больше половины членов которой не являются свободными государствами, лишено смысла, а также нарушает базовые правила демократии. Но это еще не все. Комитет защиты прав человека состоит по большей части из подневольных государств. Эта организация дошла до полнейшего идиотизма, когда ООН вручила Муамару Каддафи приз по правам человека. Человеку, на руках которого кровь ливийских граждан. Человеку, который поддерживал террор во многих других государствах. А теперь давайте взглянем на ООН еще раз и обратим внимание на то, сколько из этих стран являются врагами Израиля. Зеленым отмечены те государства, которые являются членами организации исламского сотрудничества. Белым те государства, которые имеют статус наблюдателя в этом сообществе. Это 58 государств. Другими словами, почти треть ООН. Арабы и мусульмане всего мира являются заклятыми врагами Израиля. С таким количеством союзников в ООН им несложно проводить резолюции, осуждающие Израиль. А также и множество других государств может проголосовать против Израиля по тем или иным причинам. Например, те государства, которые покупают нефть или продают оружие членам исламского блока, чтобы поддержать своих партнеров. Но, как я уже говорил ранее, я не люблю политику. Я излагаю перед вами факты. И то, что система голосования используется мусульманами как инструмент оказания давления на Израиль, это факт. Точно так же, как Гитлер, который не смог завладеть властью насильно, использовал демократию как средство достижения цели, а потом стал диктатором. А также я хотел бы обратить ваше внимание на еще один очень важный факт. За исключением пяти государств, все государства исламского блока невольные. Что приводит к абсурдной ситуации, в которой ООН, демократическое международное сообщество, в лице кучки мусульманских правонарушителей, осуждает в своих резолюциях Израиль, одно из немногих государств ООН, которые действительно отвечают требованиям ее кодекса. Еще один факт. Статья 1 и 2 кодекса ООН запрещают ее членам нарушать территориальный суверенитет других государств. И несмотря на это, Иордания, Ливан, Сирия, Ирак, Египет и другие страны вторгались на территорию Израиля не один раз. Иордания оккупировала израильские территории на протяжении 19 лет, ни одного осуждения со стороны ООН. Египет оккупировал Газу на протяжении 19 лет, ни одного осуждения со стороны ООН. Мало того, на протяжении всего конфликта Израиль, а не агрессоры, был центром внимания ООН. ООН неоднократно осуждала Израиль за те меры, которые он предпринимал в целях самообороны. Дошло до того, что в 1967 году Египет приказал миротворным войскам ООН покинуть Синайский полуостров и Суэцкий канал, так как они мешали ему готовиться к войне с Израилем. Другими словами, член ООН готовился нарушить законы международного права и конституцию ООН. Для этого он приказал войскам самого же ООН убраться в ООН, чтобы они не мешали. И как абсурдно это не выглядит, войска ООН, единственная задача которых была предотвратить что-либо подобное, добровольно покинули Синай. ООН позволила Египту нарушить суверенитет еврейского государства, а потом у них еще хватило дерзости осуждать Израиль. Единственное осуждение Египта последовало позднее, в 1979 году, когда Египет подписал мирный договор с Израилем. Египет был исключен из Арабской лиги, которую он возглавлял. И, наконец, очень важно обратить внимание на то, что хоть ООН и выглядит очень демократично на бумаге, даже там, в Конституции ООН, прячется скверная правда. Статья 23 говорит о том, что некоторые из членов Совета Безопасности ООН будут постоянными. Кроме того, у них есть право в вето, а это уже подводит эту организацию ближе к диктатуре. Перед вами постоянные члены Совета Безопасности ООН. Два из пяти не являются свободными странами. Поэтому ничего не было сделано в защиту граждан Сирии, которые истреблялись с режимом Асада. Многие члены ООН подали резолюцию против Сирии. Но чем это кончилось? Россия, которая не является свободной страной, наложила вето на эту резолюцию. Китай, которая не является свободным государством, наложил вето на эту резолюцию. Перед вами список недавних вето. В 2011 году Америка наложила вето на резолюцию против Израиля. В 2014 году Китай и Россия наложили вето на резолюцию против режима Асадов в Сирии. В 2015 году Россия наложила вето на резолюцию против резни в Сребренице. Все логично. Свободная страна вступается за другую свободную страну. А невольные страны вступаются за диктаторские режимы и резни. Израиль находится в прекрасных дипломатических отношениях с государствами свободного мира. С такими государствами, как Канада, Австралия, Америка, Кипр, Германия, Франция и другими. Странами, в которых процветают свобода слова и права человека. Теперь давайте еще раз глянем на те качества ООН, которые делают ее синонимом правосудия и прав человека. Как я уже доказал в этом видео, права человека не соблюдаются ООН. Самые ужасные нарушители прав человека в мире входят в состав этой организации. ООН даже выдает им призы прав человека. Равенство мужчин и женщин также не соблюдаются. Государства, в которых женщины лишены права голосовать или даже права водить автомобиль, государства, в которых казнят гомосексуалистов, все входят в состав ООН. И они могут голосовать и принимать решения. Демократия также не соблюдается. Некоторые члены Совета ООН не избираются. Это диктатура и самодержавие, особенно когда у них есть право вето. Невольные государства, которые нарушают Конституцию ООН и права человека, имеют невероятную силу в ООН. Право вето. Они могут отменить любую резолюцию. Даже если бы весь мир объединился и издал резолюцию, которая действительно принесла бы пользу на мировом уровне, любая из этих невольных стран может просто наложить вето. ООН – это несвободная организация. ООН не соблюдает права человека. ООН недемократична. ООН не интересует ни правосудие, ни международное право, ни даже ее собственная Конституция. Политика, а не Конституция ООН или законы международного права стоит в основе всех ее резолюций. И, наконец, из всего вышесказанного очевидно, что если бы ООН соблюдала свою Конституцию и действительно боролась бы за права и свободу человека, ее членами были бы только свободные государства. И Конституция была бы основана в первую очередь на международном праве, а потом уже на чистой, безупречной системе голосования, без прав вето или постоянных членов Совета. Тогда эта организация никогда бы не осудила Израиль. Спасибо за внимание. Продолжение следует...